МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Титов Анатолий Иванович. Генеральный директор ООО «Газпром Трансгаз Томск». Трудовой путь начал с должности мастера, впоследствии возглавил ремонтно-строительное управление. В 1996 году стал заместителем мэра Томска по капитальному строительству. В 2003 году пришел в команду «Газпром Трансгаз Томск» на должность заместителя генерального директора, а с марта 2012 года решением открытого акционерного общества «Газпром» возглавил компанию. Самым масштабным строительством в истории современной газовой отрасли, воплощенным в жизнь силами сотрудников «Газпром Трансгаз Томск», стал проект «Сила Сибири». Магистральный газопровод длиной почти в 3000 километров обеспечил экспорт природного газа в Китай по восточному маршруту. Анатолий Титов – кандидат экономических наук, действующий член Академии технологических наук. В 2016 году ему присуждено звание почетного профессора Томского политехнического университета. Награжден орденом почета, а также орденом «Томская слава». Анатолий Иванович, здравствуйте. Добрый вечер. Я рада тому, что вы пришли к нам на программу. Я очень сильно взволнована этим фактом вашего согласия, поскольку не только вы исполняете историческую миссию, но и я сейчас отчасти тоже, потому что у вас нет, мы не нашли ни одного телевизионного интервью. Анатолий Иванович Титовый. Я делаю это впервые, не ошибаюсь? С вами, да. Скажите, пожалуйста, мне известна такая фраза Виталия Маркелова, когда вы пришли в «Трансгаз Томск», ваш руководитель на тот момент, и нынешний руководитель тоже, и когда вы пришли, якобы Маркелов сказал, Анатолий Иванович, чтобы стать газовиком, нужно всего лишь 8 лет, на практике опробировано. За сколько вы лет стали газовиком профессиональным? В 2003-м я пришел в «Газпром Трансгаз Томск». Мы завершили в 2008-м строительство газопровода в Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск. И два кориха. И вот тогда как раз пришлось все эти ступени пройти и почувствовать себя, что же такое газовая утрасля. Понимаете, слово «газовик», наверное, это говорит обобщающе. В отрасли газовой работают специалисты. Только у нас в корпоративном институте мы обучаем 47 профессиям рабочих. А в инженерии нет такого образования «газовика». Нет, конечно. «Газовик» — это чувство плеча товарища, чувство плеча коллеги, с которым ты делаешь дело. И вокруг за тысячу километров бывает вообще никого. И вот когда только лишь это единомышленники знают, что есть задача, которую необходимо выполнять, вот и так по крупицам как раз это складывается. Вы родились в небольшом поселке. Эта станция даже называется УК, насколько я понимаю. И она была в Хабаровске? В Иркутской области. Сегодня это реально находится на Запсибе. Западная Синдерска. Да, это 30 километров от города Нижневудинск. Вы давно там были вообще? Давно. Давно я там был, к великому сожалению. Но думаю, сейчас будет чуть-чуть полегче. Может быть, специально съезжу. Я разговаривала с одним из ваших друзей, с Рутманом. Прекрасный, красивый человек. И вот он так очень тепло рассказывает, говорит. Ну, он же мальчишки в Томск приехал. Благодаря вот папиному выбору. Вот какой, насколько папа, который, собственно, водитель транспорта, человек, который он проработал здесь большую часть в химстрое впоследствии, да? Он работал, да, нашел знакомых. Узнал, что Томск, который богатый вузами. Если я только в начале старта учил бы, был там первый класс, заканчивал, то у меня брат разница в возрасте достаточно существенная. Он уже заканчивал школу и дальше продвигался. Вот он поэтому выбрал Томск и нас сюда привез. А вы помните, как вы ехали в поезде до Томска? Ну, а что здесь не помнить? Это же самое яркое запоминание в детстве. Конечно. Но сейчас забываем, что вчера было. Атолич, ну вы помните, как вы с своими сверстниками на этой станции УК прощались вообще, что вы уезжаете в неведомый вам город? Помните, как фильм-то есть «Коростылев, Коростылев, возьми меня в холмогору»? Помните эту историю? Вы знаете, ну здесь, наверное, как бы тревога не была, была больше, наверное, даже не тревога, а больше, наверное, было любопытство и желание все это увидеть. Потому что все, что там было, уже было все обследовано, исследовано, и все все знали. А едешь в город, уже как бы это уже совершенно другое было. Хотя в детстве приходилось бывать, там отец в Иракутск возили, тоже город хороший. Но, тем не менее, было только любопытство. А что забрали из дома? Что везли сюда в Томск? Да практически ничего. Чемоданы, наверное, не больше? Ну, все, что необходимо, я на первое, как всегда. Родители раньше сюда уехали, я там жил полгода с бабушками. А родители сюда приехали, они уже как бы быт устроили, чтобы мы не испытывали вот этого момента. Мы приехали, когда здесь уже все было, дом, было где жить. А где у вас первый дом родной, вот здесь вот в Томске? На втором Томске. На втором Томске? Да, сейчас уже его нет. Нет. Навицкий Вячеслав Викторович ходит, смотрит, вот его дом еще сохранился там, возле Томска. Он ходит, но у него, он говорит, у меня слезы текут по сердцу, потому что это уже не такой дом. Это вот они так покрашены, не так ухожены. Ну, знаете, что, наверное, если мы возьмем с вами свои фотографии детства, и сейчас мы тоже немножко изменились. Конечно. Так что, чему здесь удивляться? Ваш отец предопределил, он знал, будучи водителем, человеком обычной рабочей профессии. Это взять, собрать всю семью и повезти в Томск, потому что мальчикам нужно было образование. И он-то понимал, тогда это же не наши времена. Вот я этим и горжусь, у меня такие родители. Ему было всего лишь там всего 35 лет, и когда он принял решение, что он должен выучить детей. Он это решение принял, мама его поддержала, это решение. И когда он нас уже выучил, мы закончили с братом первый наш вуз. Он закончил, у нас тогда еще Тирет был, Тусур, я закончил техникум. А старший брат в Томске? Сейчас в Томске, он после окончания института на Урале работал. Он был директором крупного предприятия, оно было единственным в Советском Союзе. То есть родители-то директорат воспитали, это какие черты? Это же значит, что просто папа и мама воспитали у своих мальчиках самая главная черта – ответственность других людей и умение взять на себя ответственность. Они воспитали так, как они воспитали. Я считаю, что я этим и горжусь. Все, что я имею, заложено во мне. Это как раз заложено родителями. Я маму похоронил в 2006 году, а папу в 2018 году. В 2018 году? Совсем недавно, да? Да. Папе было 90 лет. А вы закрытый очень человек, у вас папа такой сдержанный, закрытый? Да, папа всегда такой был. Скажите, пожалуйста, какая оценка, по математике у вас все хорошо, по физике. Но меня тут интересует в большей степени, какая оценка у вас по русскому языку и по литературе. Знаете, наверное, как мне сейчас внучка сказала, я не вставал долго на коньки, в субботу в предыдущую встал на коньки. Меня спрашивают. Сколько ты лет не вставал на коньки? Ну, я так посчитал, говорю, 48 лет. Ну, я как бы коллега, ты это самый. Осторожней. И вот мы прокатили, а внучке 6 лет. Она так посмотрела, ну что, деда, на троечку. На троечку. Откатал. Ну, ты не расстраивайся, это не двойка, это троечка. А вот бабушка хорошо. А бабушка хорошо. Так вот по поводу русского языка. На троечку-то вряд ли, поскольку сейчас, Анатолий Иванович, мне доподлинно известно, что вы настолько владеете русским языком, что для вас наличие и отсутствие орфографических ошибок очень важно, что вы можете сидеть и вычитывать. Настолько доскональный подход не только, извините, к логистике, к трубе, к людям, к технологиям, проектно-смертной документации, но и это тоже для вас важно, что ваши подчиненные, не дай бог, там положить вам тексты с орфографическими и репунктуационными ошибками. Вы заметите это и вычитаете, и ничего вам не ляжет до тех пор, пока корректоры не прочтут. Откуда у вас такое трепетное отношение к русскому языку? Наверное, все-таки, что я русский. Я стараюсь много читать. Это такой отпечаток автоматический идет. А когда время можно найти на чтение книг? Мне кажется, вообще, вы все это время, пока строили «Силу Сибирь», и в большей степени в вашей среде обитания был вертолет. Ну, средства передвижения были. Это вертолеты, конечно, самолеты, потому что неохватная протяженность большая. И самое, наверное, такое было, что первые 1100 километров мы шли, где дорог практически нет. Потом уже появилась федеральная дорога, которая идет из Благовещенска и до Якутска. Ну, сейчас она совершенствуется. А до этого первые 1100 километров мы шли. Ну, и второе, такие расстояния, если использовать транспорт, у потери времени будет очень много. И все равно мы не идем же рядом с дорогой, мы где-то в стороне идем. Поэтому, конечно, самый распространенный вид транспорта – это вертолет. У любого человека 24 часа в сутках. Сколько часов в сутках у Титула? Столько же, сколько у вас. 25 нет. Вы не любите рассказывать о себе, вы не любите вообще никакого пристального к себе внимания журналистов, потому что, по большому счету, у вас просто времени никогда не хватало и не будет хватать, видимо, еще в ближайшее время. Там горизонт достаточно существенный. А вы свой горизонт как ощущаете временной? Ну, на данный момент, то, что сегодня завершен первый этап, и 2 декабря были открыты задвижки, запорная арматура, и газ пошел на сопредельное государство, Китайскую Народную Республику. И с 2 декабря ежедневно, ежесуточно это происходит. И теперь это будет происходить очень много-много лет. А для того, чтобы это происходило без каких-либо сбоев, конечно, еще очень-очень много надо работы. Нельзя забывать, что там созданы новые коллективы, и коллективы, которые должны влиться в целом в состав нашего предприятия. Поэтому работы еще очень много впереди. Проект «Сила Сибири». Мы уже в наших современных реалиях понимаем, даже те, кто не имеет отношения к газовой отрасли, тем не менее уже знают, что «Сила Сибири» — такой глобальный проект, международный проект, самый большой проект в газовой отрасли современности. Вообще, это мегапроект. Давно в России не строились такие объекты. Давно, очень давно. Давно или никогда? Нет, почему? Строились, но это еще, так скажем, это 60-е годы, когда строились нефтепроводы, типа «Дружбы». Тогда строились такие. А последние, так можно смело сказать, наверное, 30 лет. Никто не строил такие мегапроекты. Протяженные проекты — это 2158 километров. Добавок всему, если учесть, что это Якутия, то там поделена Якутия и Амурская область. Но Якутия со всеми своими прелестями, с низкими температурами зимой, а летом невозможностью проведения работы, потому что это вечная мерзлота, это горы и все. Конечно, такой проект не осуществлялся. Значит ли это, что основное продвижение, а иногда есть у вас отметки такие, до 7 тысячи метров трубы в сутки, я правильно ничего не пойду, 7 тысяч, по-моему, 200 метров, есть рекордное такое число, когда сварены трубы в сутки, и в том числе вот по территории Якутии. Значит ли это, что если невозможно работать в летний период, что в основном это зимний период, это значит, что температура 30 градусов не ниже? Нет, ну температура-то у нас была и ниже, и понятие есть, почему зимой. Зимой более продуктивно, и с большей отдачей мы работали, потому что у нас была возможность двигаться, во-первых, это зимники. Да, доходило до того, что до 7 тысяч метров, то есть 7 километров мы в сутки варили. Но нельзя забывать, что на реализации проекта количество людей, которые заняты было, доходило до 14 тысяч людей. Это различные профессии, это более двух десятков профессий, которые были задействованы в этом. Но все они люди, все 14 тысяч человек, и представить, что температурный режим 30-40 градусов мороза, и нужно работать, а техника разве при такой температуре не отказывается? 30-40 — это хорошая погода. Это хорошая для Якутии? Да, хорошая погода. За 40, когда уже, тогда уже техника не выдерживала, она вставала, даже приходилось не актировать. Тогда уже человек еще выдерживал, а техника уже не выдерживала. Это правда, что какая-то специальная солярка для Якутии, которая, в общем, не замерзает, на которой можно работать, научная чья-то разработка используется? Солярка была и есть солярка, просто она же у нас делится. Это арктическая солярка. Арктическая солярка? Арктическая, да, которая при низких температурах используется. Но когда за 53 уходила, то и это загустевало. Хотя сверхсовременная техника, но тем не менее не выдерживала. Человек выдерживал. Вот так вот строит мир, наверное. Это достаточно рискованные такие условия труда. А это же, в общем, зона вашей ответственности — обезопасить людей. Ну, это не только зона ответственности, это, вообще-то, обязанность. Как бы вам объяснить то, что количество людей, которые работало там, это работали подряд, например, организации, с которыми несколько сложнее даже, чем с теми, которые у нас в коллективе работают. Есть в коллективе у нас корпоративные требования, есть дисциплина, которая уже прописана в всей инструкциях во всем. Мы уже досконально до всего дошли, для того, чтобы все люди, которые у нас работают, они были риски все, минимизированные, чтобы люди не имели возможности поименять какие-нибудь травмы. А там было сложнее, потому что это были люди, не было прямого подчинения, это же косвенное подчинение. Поэтому выстраивать приходилось несколько по-другому свои отношения, пытаться их приучить все-таки к нашим корпоративным требованиям, но это очень-очень тяжело. Просто, наоборот, дисциплина. Всего хватает. И медведи ходят красивые. Опять же, опять же, медведи. Но не по улицам города. А правда, а как вот медведи? Вот зашли куда-то, там действительно, там человек не ходил никогда. Там волки могут быть и медведи. Так это мы же к ним пришли. Не они к нам. Так страшно поэтому. Да, это не они же к нам. У нас есть мероприятие, у нас есть заключенные договора с охотниками, с лицензированными охотниками, чтобы здесь нельзя приступать к ту черту, должны профессионалы этим заниматься. Как говорят, должен докарь-то корить, а пекарь должен печь. Так и здесь. Это на самотек тоже не брошено. Очень сложно понять глобальность и формат этого проекта, если его не пощупать. Даже не сколько в цифрах, сколько через какой-то вот такой фактаж, который мы, конечно, опубликуем. Предприятие «Трансгаз Томск» — заказчик. Что это значит? Это значит взять все вот эти территории, по которым пойдет труба, всю логистику соединить, проектно-сметную документацию все разработать и дать, это всю инфраструктуру социальную построить, это работать в разных часовых поясах, это работать в разных климатических поясах, и при этом, чтобы все были живы, здоровы, невредимы, и выдавали, но если не по 7 тысяч ежесуточно метров, то хотя бы в среднем, я так понимаю, 5-6. И это все в руках команда, но есть один человек в любом проекте, который эту ответственность берет на себя. Этот человек сейчас сидит передо мной. Скажите, как? Четыре года вы строили? Мы строили, получается, 1 сентября 2014 был сварен первый стык, и 5 сентября 2019 года, это день, когда мы начали заполнять газопровод уже газом. Подали газ? Нет, но для того, чтобы подать, нам понадобилось еще полтора месяца его заполнить. А 2 декабря мы уже все с коллегами из Китайской Народной Республики открыли краны, пожали друг другу руки, начали подавать им газ, а мы начали официально эксплуатировать уже газопровод, который построили. Скажите, вот ответственность первого руководителя, вот иногда же, наверное, все равно бывает страшно, когда один на один, когда ты понимаешь степень твоей ответственности, когда 14 тысяч людей, это все в зоне твоей личной, профессиональной ответственности. Вы не можете ответить и вот соломки подстелить под каждого человека? То, что ответственность была, да, ее чувствуешь, чувствуешь, что ответственность за другое было, то, что задача, которая перед тобой стояла, поставленная, и нельзя было подвести уже никого, и когда начали срок ввода все сдвигать и сдвигать, как говорят, смотришь, когда на графике не вправо, а влево, а влево, это что-то раньше и раньше, вот здесь потихоньку уже начиналось то, что... Ну, мало что начиналось, что внутри было, главное, что нельзя было все свое состояние внутреннее, чтобы оно вылилось на людей, потому что излишние эмоции, когда их выбрасываешь, выплескиваешь на людей, как правило, это результаты положительного, не добиваешься. Поэтому надо было найти ту сбалансированную точку, чтобы люди знали, что требования, которые ты предъявляешь к ним, подчиненным их, к рабочим, что их надо выполнять, эти требования. Это самое сложное, наверное, руководителям любому добиться того, чтобы его коллеги, подчиненные, были твоими сподвижниками и единомышленниками. А переживаете ли вы тогда, когда понимаете, что вы допустили кадровую ошибку? Да. Потому что времени нет. За такие ошибки, как раз по правилам, всегда надо рассчитываться. Вот это я даю. Два это. А вы пытаетесь еще, даже понимая, что человек не соответствует уровню поставленных задач или уровню ответственности, которая перед ним стоит, пытаетесь ли вы сразу делать перестановку или вы пытаетесь этого человека зажечь его на выполнение задачи? Во-первых, если первый раз такое случается, нельзя сразу какое-то решение от человека принимать, что он никудышный, ни на что не годится. Надо ему дать возможность. Но при этом он должен почувствовать, что ему дана возможность. И, как правило, он потом приходит и говорит, что да, не по сеньке шапка. Но такие люди должны оставаться все равно в коллективе и занимать другое, ну, тоже, ну, другое место и принося пользу. Хуже бывает, когда люди не понимают, что место не для него это. Вот с этими людьми тяжелее. А вам приходилось когда-нибудь кричать на людей от отчаяния? Приходилось, но не от отчаяния, а от того, что люди не понимали. А после этого говорили, ну, мог бы сразу так сказать, и мы бы, говорит, поняли. Это как у министр-то наш, это вот шутка. В Черноморде. В Черноморде, да. Я поняла, на каком языке вы изъясняетесь. Изъясняли. Скажите, но вот эта работа же постоянно еще над собой получается, ведь вот это благое равнодушие, ведь ты можешь рефлексировать, но ты не можешь боли, чаянии, страхи любого человека в себя выбирать, тебя просто не хватит. Вот как это воспитывается в себе вот эти черты характера первого руководителя. Ты вроде накричишь, а потом все равно тут же переживаешь и думаешь, надо вот это исправлять, надо вообще как-то вот спокойно. А все внутрь вся эмоция закрывается. Инструкции на это нет. Я думаю, что ли ты хотели вы сказать, вот А есть, Б, 1, 2, 3, 4, 5, нет. Этого нет. Как вы думаете, вас подчиненные боятся? Что боятся? Две руки, две ноги, одна голова. Если было бы несколько голов, можно было бы бояться. Боятся выйти из зоны вашего доверия, я бы так сказала. Наш коллектив это коллектив единомышленников. В коллективе в таком все друг друга понимают. И с таким коллективом можно выполнять задачи любые сложности, любой сложности. Потому что каждый из членов коллектива наш, это единомышленник. Но это результат усилий вложенной команды. А это достигается путем ежедневной работы. А вы понимаете, что вы с своим коллективом совершили вот такой настоящий трудовой подвиг, реализовав этот проект? Вот это высокопарно звучит, но ведь по сути это верно. Ну я думаю, что мы, наверное, нашим коллективом были участниками, но не последними участниками реализации этого проекта. Не каждому, наверное, в жизни не выпадает. И я рад тому, что это мне выпало, и коллективу нашему. Мы будем гордиться, и будем своим детям, и внукам об этом рассказывать. Ну, в принципе, наверное, так сегодня и получается. Ну а сегодня мы работаем на территории 14 субъектов федерации. Получается, от Урала, Омской области и заканчивая Сахалиной, Камчаткой, ну вот сейчас еще прибыл, ну в том числе и Якутия, и Амурская область. Вот что такое «Газпром-Трангаз» в Томске. Ну, простая вот, казалось бы, немного, в начале реализации проекта численность нашего предприятия было около пяти тысяч. Пять тысяч сотрудников? Да. Это вот в начале реализации проекта это примерно тринадцатый, четырнадцатый год. И девятнадцатый год мы завершили численностью коллектива восемь тысяч девятьсот человек. Ну, почти вдвое практически. Ну, да. Я думаю, что в ближайшее время по мере расширения силы Сибири, то численность нашего коллектива будет прирастать. Вы знаете, мы же сейчас очень классово рассоединяемся, население, да, и говорят, ну, да, «Газпрому что?» «Газпрому все хорошо». Вот это как раз тот случай, когда вот как эта сила Сибири имеет отношение к нам, к Томичам и к нашей силе. Какое количество предприятий получили импульс на развитие? Какое количество предприятий? Это же рабочие места, это же люди, это экономика и города, и области, и страны в конечном итоге. Это то, как такой мультипликативный эффект на предприятие. Ну, здесь нельзя забывать, что мы, в общем-то, наш научный потенциал, образовательный потенциал, уже говорим, видите, что наш политехнический университет, он является опорным вузом «Газпрому» на Востоке. И специалистов готовим, которые необходимы как раз для того, чтобы, продвигаясь, они продолжали свою деятельность в наших предприятиях. Наверное, гордость еще в том, состоит, что реализован проект, все, что там применено, начиная от трубы, это все отечественное производство. И часто Томского. И много Томского. Наши фирмы, такие, как «Микроан», полностью вся связь, это «Микроановская», на протяжении всех двух тысяч километров. «Микроановская» не являлась его серийной продукцией. А сегодня он работает на «Газпром» за счет того, что его конструктора, бюро конструкторское его, оно справилось с той задачей. А мы подписывали еще в 2012 году губернатор наш вместе с Алексеем Борисовичем, они подписывали дорожную карту. Дорожная карта начиналась только лишь того, а что надо. И буквально за два года до момента начала реализации наши промышленники уже готовы были к серийному производству и продукции. Эта продукция уже прошла сертификацию, аттестацию, в реестровое попало, все уже в реестр была занесена по разрешению применения. И продукции очень много, которые наша применяла. Элком плюс Элиси тоже в этом участвует. СИП-кабель, наверное, СИП-кабель, ТОМ-кабель, продукцию, они специально изготавливали кабеля необходимые для нас. Ну вот вы упомянули предприятие ТЭМС под руководством Ивана Пушкарева. Иван Иванович Пушкарев. Если бы он еще был Иван Иванович, Иванов, то еще лучше. Еще было бы лучше. Так вот предприятие, получается, если мне не изменяет память, насколько я сведущая, там речь идет о производстве каких-то особых, уникальных клапанов для вашего технологического процесса. То есть этот человек с своей командой смогли сначала убедить и губернатора Томской области, а потом убедить и ваши предприятия, вообще специалистов, и Миллера, что их продукция жизнеспособна, конкурентно способна. И если договоры были, первые контракты там начинали, стартовали с 300 миллионов, то сейчас речь идет о том, что это миллиардный контракт. Но хотелось бы, наверное, сказать, что и губернатор, и Алексей Борисович в первую очередь поверили, что наши промышленники могут изготовить продукцию, которая будет отвечать всем мировым требованиям, а по качеству и выше. Да, Газпром до вот этого времени закупал Мокволды, это регуляторы, только лишь за рубежом. Вот эти клапаны, да, пройдет? Да, их не производили в России. И вот то, что ТЭМС взялся за разработку, и сегодня они это успешно производят. И эти продукции находятся не только на объектах Трансгаз Томска, Газпром Трансгаз Томска, но и на других уже объектах в целом по Газпрому, как на транспортных, так и на добычных предприятиях, которые занимаются добычей. Вместе с трубой приходят импульсы развития, жизни, профессии, рабочие места. Если территорию коснется труба Газпрома, территория ведь каким-то образом сразу силой наполняется? Субъекты федерации, по которым проходит стройка, оно само себя имеет. Во-первых, все остается, остаются налоги, остаются рабочие места для субъекта федерации. Ту политику, которую мы проводим, это политика того, что работать должны быть местные кадры. Как у вас в Якутии произошло 90%, да? Да, у нас в Якутии почти везде это произошло, за исключением, у нас только пока в Алдане, там, где будет использоваться вахтовый метод работы. А это правда, что заходя своим предприятием и своим проектом, это у вас называется красивым словом территория присутствия, это правда, перед тем, как туда зайти, вы изучаете регион, его экономику, его культурологическую составляющую от начала до конца? Да, совершенно верно. Так, может быть, грубо сказать, у нас высаживается достаточно, ну, так скажем, десант, изучаем, знакомимся, встречаемся с руководством. Мы должны знать, на что можно нам опираться, где мы не получим поддержки. Так что в разных районных местах пребывания у нас по-разному. Не везде складывается с самого первой встречи такие хорошие товарищеские отношения, либо же партнерские хотя бы, да? Нет, нет. Естественно, что прежде чем прийти, мы изучаем. А что вы узнали, скажем, об Якутиях больше, чем знали до реализации проекта? Ну, до реализации проекта, допустим, об Якутии мы знали, ну, я знал, что самый, наверное, крупный субъект в Российской Федерации, потому что площадь у Якутии 926 тысяч квадратных километров, но в Томской области 319 тысяч. 926 и 319? В Томской области. Я знал, что это самое северное, там, в районе Тикси, это температура рекордная, мира там минус 71,2 когда-то было. То есть такое чисто основное. Ну, вот, начали знакомиться свой уклад жизненный, свои, как бы, критерии жизненные. Вот, и есть такие, возможно, критерии, которые они тебе не уступят. Они не будут искать компромисс, а вот у нас так и все. Ты должен найти либо аргументы, либо же что-то, что их убедить и все-таки на свою сторону, сделать, чтобы они были вот на стороне той идеологии, с которой ты пришел. Так что не все просто. Даже район от района это отличается. Район от района. Да, поэтому встречи, встречи и встречи с губернаторами я практически со всеми знаком. Вот сейчас лечу в Сахалине, познакомимся с новым. А с остальными сложились уже и отношения. А морожку вы видели в Якутии, чтобы федорами они собирали? На рынке. Рынок вообще-то лицо любого города, любого населенного пункта. Сходите на рынок, посмотрите, можно сразу определиться, как люди живут в данном районе, или в селе, или в городе. Рынок — это такое красноречивое очень явление. Если вот в Томске, допустим, понятно, сибиряки, не в Томске, а сибиряки, это будут белые грибы сушеные, не знаю, там сейчас варенье шишек, опять же у нас появляется новый бренд, кедровое молочко, то в Якутии, вот что из Якутии везут? Рыбу. Рыбу из Якутии везут? Да, очень хорошая, конечно. Белорыбица? Она большая? Разная. Разная? А Амурская область? Ну, Амурская область здесь, она сейчас, наверное, знаете, что с учетом соседа, вот у них как бы такого своего что-то тяжело определиться. Там все есть, но там еще сосед есть, он очень сильно влияет на рынок. А сосед какой? Китайский? Да, через Амур. Вот присутствие этого соседа, оно очень такой отпечаток наносит. Скажите, вот эти трассы, эта труба прошла ли где-то по территории, которая имеет отношение к территории по факту вашего рождения? В перспективе. Она пойдет еще? Это вторая очередь, которая охватывает еще одно месторождение, которое находится в Иркутской области, это Кавыкинское месторождение, то же самое, но по запасам даже больше, чем Чайдинское. Чем в Иркуте, Чайдинске. Да, в Иркуте. Вот там, это Кавыкинское месторождение недалеко находится от озера Байкал. Да, это в перспективе, это вот сейчас как раз будет продолжение идти этого проекта, и в первую очередь будет соединение двух месторождений. Вы обязаны перелизовать, потому что месторождение человека всегда считается местом силы. А долг все-таки месту силы надо бы отдать. И поэтому, скорее всего, Иркут Иванович, вам придется просто своей территории родной, хотя Томс давно стал для вас родным городом, но там месторождение, конечно, это навсегда. Ну и второе, наверное, город, в котором ты живешь, его все надо любить. Наверное, все так делают. А те, которые не любят, уезжают в другие города. И, конечно, в меру своей возможности стараемся помогать этому городу, чтобы он красивее был, чтобы в этом городе веселее было, лучше. Когда мы проезжаем мимо вашего главного офиса на фронт, теперь уже два здания. Кстати, вот это решение, что второй корпус, да, трансгаза, должен соответствовать и повторить исторический такой облик. Это вот что решение было? Ведь мы могли построить что угодно? Я долго с архитектурами спорил и убеждал, что это надо сделать. Они говорили, это будет копия. Я говорю, ну что я сказал, лучше сделать хорошую копию, чем очень плохую новую. И доказал это. Построили копию, но мы не нарушили ансамбль и не испортили город. И мы даже в какой-то момент не заметили, что вместо одного здания не появилось здание. добился того, что хотелось. А у вас это получается во всей сфере? Все, что вы хотите, у вас это получается добиваться. Только, Анатолий Иванович, скажите, а елки, это настоящие? Каким образом елки вы смогли передвинуть? Или это абсолютная копия настоящей елки? Честно? Тесно было, поэтому сейчас мы это повторяем. Ну и когда мы первый раз, мы увидели, что горожанам понравилось вот это. Новый год мы не нарушаем, как вот первый раз было украшение, так же осталось, что это как лицо. Поэтому на Новый год мы повторяем все это для того, чтобы люди не разочаровывались, чтобы им было приятно. Вот вы сейчас такой топ-менеджер в Газпромовском, вообще практически из-под небесия, большой-большой такой человек. А дружеские отношения у вас и дружеские вообще друзья остались из прежней жизни. Это необыкновенно удивляет и характеризует вас очень сильно как человека такого цельного, большого. Ведь обычно и друзья уходят вместе социальные. Неправда. Друзьями никогда в жизни нельзя кидаться. Не играет роль где-когда, кто где оказался. Года прошли, и ситуации различные были. Ну нет, это же друзья. Знакомых очень много может быть в жизни, а друзей единицы. И, как правило, если это друг, то он даже в любое время в тяжелую минуту может прийти тебе на помощь. Поэтому мало друзей всегда. Знакомых много. Матер Иванович, меня, честно говоря, ваши друзья потрясли. Честно, могу сказать абсолютно искренне. Вот сначала Николай Григорьев. Во-первых, Николай Григорьев практически 20 лет сидит в инвалидной колесе. Больше. Больше 20 лет, да? Да. Я говорю про таких людей у человека есть стержень. Но он себя же не потерял в жизни. Он же не замкнулся. То есть человек, который очень сильный внутри. Что же как бы тяжело, наверное, представить себе. Вот у Коли так сложила жизнь. И он себя не потерял, ни слюни, ничего не распустил. Сжался. А он вас чему-то научил в жизни? Ну, знаете, мы, наверное, друг друга все учимся чему-то. Поэтому, ну, поэтому, наверное, мои друзья. И поэтому, когда мы встречаемся, у нас есть о чем говорить. Интересно же, да? А тем не менее, мы говорим и говорим. Наверное, потому, что взгляды совпадают на определенные вещи. Друзья, друзьями становятся люди, у которых совпадает взгляд по отношению к ценностям. Он сказал, что, когда случилось горе в его жизни, Толя меня не просто не бросила, а стал еще более крепким плечом. И когда Толя рулит своим российским проектом, чуть ли не из вертолета, из своего кресла большого, я его на своем посту, в своем кресле, тоже стараюсь соответствовать моему большому другу, его степень доверия и его чистоте. Вот, что сказал ваш друг Николай Григорьев о вас. Они проверены эти отношения, знаете, годами, и проверены эти отношения различными жизненными ситуациями. Поэтому мы друзья. Есть еще необыкновенные пронзительные слова. Анатолий Иванович, я не могу вам об этом не сказать. У вас есть приятель Анатолий Иванович, фамилия у него Херман. Это человек близкий вам, человек с пронзительным, тоже синим, взглядом голубых глаз. А записывала его на рабочем месте. Рабочее место у Анатолия Ивановича Хермана в мастерской. Мастерская у моего друга, у Андрея Барышникова. У него прекрасное хобби. Видите, он на 9 мая сколько обеспечивает ретро-автомобили. ретро-автомобили. Не только автомобили, а сейчас он увлекся в восстановлении автомобилей, которые принимали непосредственное участие во время войны. И вот у него большая уже коллекция. И вот в этом году 75 лет. И он большое собирается выставить. Большое количество. И у него с ним единомышленники. И вот как раз Толя тоже единомышленник. И каждый знает свое прекрасное дело. И вот они добиваются таких положительных результатов. Мне Андрей Барышников сказал о том, что Анатолий Иванович, Титова все по плечу. Он может и КАМАЗ, и следать КАМАЗ. Он поведет КАМАЗ. Если трактор, то трактор. Это правда или нет? Вам все доступно? Я все в жизни испробовал. Все, что ползает по земле, да. Все, что летает, по воздуху, нет. То есть вертолет вы не можете. Это невозможно в вашем случае. Это надо научиться. Андрей университетный? Такая машина была. Наверное, кто-то помнит с прозвосущих. Был такой вездеход. Производился на Украине и называется Лу-Ас. Лу-Ас? Лу. Не У-Ас. Лу-Ас. Ульяновский. Это Лу-Ас. Да. Он есть теперь у вас, этот Лу-Ас? Есть. Ну и он такой свежепокрашенный. Вот вы что с ним делаете? Вы все время как с ощущением коллекционера там протираете ему зеркало или вы на нем он передвигается у вас? Да, передвигается. Возможность у него одно, это в лес съездить. А, то есть он по бездорожью, да, он у него целевался? Здорово. Но там, наверное, комфорта никакого машины. Ну, какой может быть комфорт? Не, он вообще без всяких крыш и без всего просто как кабриолет. Кабриолет. А какой год выпуск? Да, он не старый. 30 с небольшим летом. Ну, как не старый. Как не старый. Ну, конечно, там есть в коллекцию Барышникова, конечно, гораздо старше модели, да, там есть потрясающие совершенно модели. У него сейчас уже появились 1918-е, а до этого у него был Форта, 1929-й год, это на базе которого в Советском Союзе был Горьковский автозавод построен. У вас страсть вообще в вождении, вообще машина страсть ваша? Да, моя слабость. Это ваша слабость. Ну, а если вам дать время, машину и возможность, открытый коридор, вот по трассе вы скоростной режим можете нарушить? Вы увлекающийся человек на трассе? Я стараюсь, чтобы все-таки быстрее приехать точки с точки А до точки Б добраться. Я принимаю ваш ответ. Если бы вы о себе говорили в третьем лице и вас попросили охарактеризовать Анатолия Ивановича Титова как человека стороннего, какую бы черту характера вы бы назвали самую главную? Я не смогу на этот вопрос ответить. А какая главная ценность в вашей жизни? Ценность сделать, чтобы люди, которые есть у нас, жили лучше. И больше улыбались. И меньше было слез. Чтобы отцы могли обеспечить свои семьи, детей. То есть работы были обеспечены. Достаточно для того, чтобы сделать это. Вот это, наверное. Вы о чем-нибудь в своей жизни пожалеете, а не сделано? Много, что можно было бы сделать по-другому. себя счастливым человеком вы можете назвать? Да. А что такое счастье для Титова? меня окружают прекрасные люди. У меня прекрасна жена. У меня прекрасны дети, внуки. У меня есть друзья. Это же здорово. неудача. Изучая ваш профессиональный и жизненный путь, я прихожу к выводу, мы, например, в редакции это обсуждали, вот такие, как вы, мужики, благодаря таким вот людям, как вы, мы войну выигрывали. Вот эти коренные лошади, которые тянут, коренной. Когда в тройке запрягали трех лошадей, из трех лошадей есть коренной называемый. Русских вообще нельзя трогать. Их никто еще не победил. Будить их долго приходится, а потом все пойдет. Вы верите в то, что мы еще тот народ? Конечно. Конечно. То, что пытаются сейчас как бы разбедить или еще что-то сделать, это лишь борьба. И я не думаю, что в хороших помыслах это делается. Россию всегда пытались покорить. Но не получилось и не получится. Спасибо вам большое за то, что вы провели со мной это время. Спасибо вам за то, что вы позволили и мне быть достаточно откровенной с вами. И вы позволили себе максимальную для вас, насколько я понимаю, степень открытости. Дай Бог вам еще долгих-долгих путей, трубопроводов и километров. Не могу пожелать 7 тысяч ежедневно, но тысяч километров впереди в разные направления и во все сопредельные государства. Спасибо вам большое. Спасибо, большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok